Она живет недалеко, то ли от Тверского, как он назывался, Торец, да, Торец? Короче, прилетела к ним в Тверскую область, и говорит, ей очень страшно. 100 километров одни, она говорит, я боюсь возвращаться. Все, они уже просыпаются, Московская область просыпается, Воронежка. Вот когда будет прилетать, не, они, конечно, будут, это, вначале кричать хохлы, вначале мы будем виноваты, а потом, ну, как сказать, я даже не знаю, дойдет или нет. Дойдет, дойдет. Именно вот поезд, что не только, чтобы их, как бы, ну, поломать, еще, чтобы дошло, конечно. Понимаете, когда немцев поломали и разрушили, это было одно, но когда немцы пошли перезахоронить евреев, советских заключенных, финнов, кто там с ним воевал, венгров, румынов, вот тогда, когда даже дети, даже там четырехлетние дети должны были брать на руки младенцев, которые тоже кинули, и которые, ну, истлели в этих братских могилах, детей вынимали, младенцев, и каждый немец перезахоронил убитого немцами человека. Ну, те, которых не сожгли в печах, а тех просто кинули в братские могилы. Вот тогда до них дошло, когда они руками несли вот эти вот, ну, полуистленные тела. Конечно, это же не просто Германия была физически истреблена. В мозгах истребили последнего нациста. Ну, не знаю, сколько последнего, но, как мы видим, в России фашизм расцвел, поэтому... Ну, с другой стороны, у нас же ведь никто не перезахоронил гулаговцев, правильно? У нас же очень много... сотни тысяч миллионов убитых в гулагах. Если бы как-то прошли суды над НКВДистами, да, но у нас же не было судов, поэтому фашизм и потихонечку расцвел. Ну, в принципе, и был фашизмом в Советском Союзе. У нас же не было... у нас же была диктатура такая же, как в Северной Корее, правильно? Как сейчас Кадыра в Чечне, правильно? У нас такой же фашизм был еще в Советском Союзе, поэтому... Ну да, еще действует вот это, знаете, как советское, вот это НКВД, вот эти все пытки. Но оно много-много лет, и я их не защищаю. Им вливалось мозги, и мозгов там нету. Там даже, по-моему, вот этих полосок, которые должны быть... У них ровненько, да, ровненько, как тесто. Да, ровненько. Знаете, как у нас раньше в советское время бытовал анекдот, что у милиционера одна только извилина, это вокруг фуражки. А я не знала. Я не знала. Нет. Говорили, когда милиционер говорит, почему у него одна извилина, потому что вокруг фуражки. Ну, не знаю, как бы надежды нет, что до них дойдет, но единственное хочу сказать, Украина была ей и будет. Украина победит. Да, до Москвы же была Украина, да. Как вот Чечня была до Москвы, Грузия была до Москвы, Буряты были до Москвы, французы были до Москвы, что там, тувинцы были до Москвы, коряки были до Москвы, азербайджанцы, армяне, все были до Москвы. А потом такие, мы опоздали, но мы главные, да? Чё, как у вас дела? А вы откуда? Я в Новосибирск. Ага. Папа, это ваш ребенок на аватарке? Ага. Вы папа? Ага. Ну, поздравляю. А почему мы должны проиграть-то? Вот вы сейчас говорите, что мы русские там проиграем, что войну проиграли. Вы русско-японскую войну проиграли? Нет. Как не понял? Алена, а вы же сама же русская. Подождите, причем русская? Если проиграли, то проиграли. Вы должны знать, это факт. Это просто исторический факт. Российско-японская война была или русско-японская в 1905 году. Проиграли. Ага. И думаете, мы украинцев проиграем? Потом у нас была финская война. Проиграли. Чеченскую первую. Проиграли. Ага. Да. А украинцы, между прочим, в отличие... А украинцев... Вот у меня служат. Вот у меня на Украине... Леха, Леха, в отличие от вас, новосибирцев, которые, наверное, немножко воевали. Знаете, когда... Как мы будем мыться? Это... Мыться под... Подворотник, да? Вот так вот помылись. Охуительно, блядь, чистые, да? Вы, Новосибирск, точно так же воевали с Гитлером. Вот так вот, знаете, вот столько вас повоевало. Что у вас был геноцид в Новосибирске, да? Сколько у вас погибло мирных жителей? Сколько у вас погибло бабушек, дедушек, коров, собак, вашего хозяйства? Вас бомбили. Вас уничтожали. Ну, кто вас бомбил? Кроме Сталина, наверное, никто вас не бомбил. Правильно? Бомбили украинцы. И украинцы что сделали? Победили, правильно? Пять украинских фронтов, и они еще воздвигли там флаг на ресторан. Я не знаю, были ли там жители Новосибирска, вот там в Берлине, не знаю. Может быть, 30 человека дошло. Но смотрите, 30 человека от вас и тысячи от Украины, правильно? И что-то у вас не было проблем, что они воевали с немцами. И оказывается, Крым был, и Украина была, и все было, да? Украинские фронты даже были, да? Все зашибись. Молодцы украинцы, да? А пришли русские на танках, сразу Украины нет. Охуеть. Какие-то двойные стандарты. Но если двойные стандарты, получается, и вы тоже, как немцы, понимаете? Ну, скажите, молодец Гитлер, красавчик, что? Хороший, Крым отхватил, бомбил Керчь, бомбил Севастополь, что? Нормальный чувак. И тоже хотел взять Киев, ну, взял за три месяца, правда, ну, взял же, да, красавчик. Ну, так что, в чем был Гитлер-то, не прав. Вы хотели, он хотел. Вы на танках, он на танках. Вы бомбили Мариуполь, он бомбил Мариуполь. Вы убивали мирных граждан, он убивал мирных граждан. Вы хотели там русский паспорт дать, он хотел немецкий паспорт дать. Вы хотите свои фубли дать, а он хотел марки. В чем проблема? В чем проблема? Что вы отмечаете 9 мая? Вы отмечаете, что? Гибель вашего несчастного нациста, да? У вас были концлагеря, у него были концлагеря. У вас были полиц заключенные, у него были полиц заключенные. У вас были НКВД, у него были эти, как его, эсэсовцы. В чём разница? Чё вы отмечаете? Лучше, наоборот, поднимите культ Гитлера Скажите, красавец Красавец Мы хотим до сих пор уничтожить Украину Да Вот смотрите Мы Гитлера в рот выебали Нет, не вы Лёха, Лёха Причём это крысоебано Я же сейчас не перешла, что вы крысёныш, правильно? Лёша, ну мне придётся вас наказать Послушайте Не Новосибирск выебал Как его зовут? Гитлера Вы на себя не берите тяжёлую ношу Я не слышала ничего Про тяжёлые потери Новосибирска Понимаете? Не было ни одного Новосибирского фронта Вы куда вписываетесь? Вы вписываетесь, вы вешаете на себя Маршала-героя, что ли? Покажите мне одного Маршала-героя из Новосибирска Ну покажите, кто у вас там пострадал Покажите У вас там партизанские отряды были, да? Да хуя партизанов умирало Я видела, как вы сосали у Сталина Это точно Вы никакой не воинственный народ Ещё раз говорю, что Гитлер даже с Новосибирском не воевал Может быть он вас даже по оголовке бы погладил Вы ещё, наверное, ждали смены власти На кого молиться? Сталин, Гитлер, Сталин, Гитлер Знаете? Успокойтесь Новосибирск, успокойтесь Без вас и тогда разбирались И сейчас разберёмся Fuck yourself этому Какой-то пришёл там, я не помню, как его зовут, Давид Вы сейчас хотите зайти? Я вас пущу Но у меня одно условие Без того, что я вас не оскорбляла Да? А вы перешли на личности Я с вами буду беседовать Если вы прокукарекаете Давайте Хотите вы общаться со мной? Кукарекайте И мы будем общаться дальше Лёха, кукарекайте Я наказываю вас Нет, я про кукарекал